приветствую всех на канале назад в прошлое и это марафон 12 викторина где каждый может проверить себя на знание детства 90-х я ее ведущий алексей егоров а играет у нас сегодня алексей клюквин автор канала садфин и ведущий подкастов рука под кроватью алексей привет 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 небольшая ремарочка только все-таки не садфин просто садфин став это важно потому что я на самом канале рассказываю о своей коллекции то есть я показываю то что у меня непосредственно есть в коллекции об этом идет речь поэтому и став а в коллекцию тебя есть not видео кассеты игры на спектру и фигурки разные разных годов в основном конечно это ретро фигурки 80-х и 90-х ну я думаю мы немного об этом еще поговорим в течение игры спросишь отвечу всего хорошо но вообще как у тебя началась то это возродилась идея подкастов подкастов идея подкастов зародилась у меня в прошлом году когда объявили к жесткий локдаун по всей европе и я думал чем бы таким заняться то есть дома проводишь большую часть времени и мое внимание пала на аудио подкасты что я очень люблю слушать подкасты василия стрельникова который к сожалению больше их уже не выпускает это бывший ведущий биджей мтв золотого состава мтв 98 2002 года и после того как он ушел с канала он открыл как открыл организовал себя дома студию где стал записывать подкасты кстати он был первым кто вообще принципе запустил подкастинг в россии то есть его подкаст the big подкаст был первый русскоязычный подкаст что он рассказать отец русского подкастинга и так и называют под фада по аналоге год фада вот под пара да так что вот он меня вдохновил на эту деятельность и вот я подумал что почему бы мне тоже этим не заняться я долго думал вообще что рассказывать в этом mp3 эфире называю сначала думал может быть стоит об играх об этом играх об ретро играх но все-таки это более визуальный такой контент из аудио он не особо соотносится поэтому думал дальше и решил что я буду рассказывать о фильмах ужасов потому что я их люблю с детства любит смотреть и принципе так и пошло ну тогда я тебя спрошу какой твой любимый ужастик знаешь здесь очень трудно ответить однозначно потому что я скажу так первый свой фильм ужас фильм ужасов который посмотрел уже в сознательном возрасте это был восставший из ада клави варкер я думаю он и является моим любимым фильм ужасов первая и вторая части особенно 2 вот вот так вот я думаю могу ответить конечно много 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 разных которых я люблю но вот он навсегда но вот вообще на твой взгляд вот ужастики 90-х они более содержательнее или все же новое что-то уже лучше и круче ну как я могу сказать что сейчас снимают очень мало именно качественных хороших фильмов ужасов очень мало ничтожно мало потому что этот жанр он достаточно нишевый он не очень популярный и в него не хотят вкладывать деньги я так есть конечно режиссеры которые современные снимают очень хорошо и который мне нравится например джеймс ван серия заклятия эту монахиню жуткую совершенно вот его я могу отметить современных режиссеров хорроров в плане содержательности я бы поспорил потому что 90 есть достаточно такие психологические даже фильм ужасов которые взять те же азиатские то есть японские корроры вообще целый поджанр который стоит с огняком я думаю никто не может переплюнуть психологизм и куда вещь атмосферу которая там происходит так что нет такого однозначного то есть сейчас я думаю меньше возможность того что появится какой-то настоящему хороший фильм ужасов то что больше коммерции чем именно творчество ну что начнем давай готов отлично у нас 12 вопросов и есть три подсказки первое убрать два неверных ответа вторая убрать один неверный ответ и третье дает тебе право на ошибку правила понятны отлично первый вопрос любимая одежда водопроводчика из игры супер марио броуз пижама фраг комбинезон военная форма так но тут конечно же комбинезон без вариантов сразу ответить кабинет проводчика совершенно верно конечно же это всем известный водопроводчик второй вопрос кого не было в детской передаче спокойной ночи малыши квакуша хрюша степашка каркуш персонажи да это персонажи из нашего детства укладывали нас спать да почти наверное я я я наверное я вот думаю я не пропускал каждый вечер не пропускал я не очень любил кстати я больше любил большой фестиваль больше большой фестиваль с хоха и татошка и веснушка я вот больше смотрел а вот поскольку спокойной ночи как-то вот не очень и вот эта заставка мир постоянно пугало даже криповая вот это в конце а пластилиновая да такая да вот не люблю так поэтому не особо переходим к третьим вопросам как называется логическая игрушка с цветными гранями кубик кубика кубик шурика кубик тюбика и кубик рубика знаешь такой да конечно занятную игрушку кубик рубика никогда не собирал не знаю как это делается меня это прям загадка я собирал но так и не собрал у меня был был меня были пирамидки всякие разные там многогранники пытался крутил вертел на счет никак не пошло дело следующий четвертый клоном какого зарубежного компьютера является отечественный пентагон бибиси микро zx спектрум apple 2 или commodore 64 пентагон это zx спектрум точно хотя мне это точно не было никогда у меня не было пентагона никогда у меня не было вообще принципе клонов спектрума отлично это правильный ответ и мы переходим к пятому вопросу не потратив ни одной подсказки посмотрим что будет дальше до главная героиня первой части фильма кошмара на улице вязов нэнси сэнди бетти или джуди это нэнси фамилию не помню но это нэнси очень люблю этот фирмешен вообще любил верно да это нэнси томпсон люблю эту франшизу да у тебя даже есть и игрушка по-моему самого фредди или есть еще что-то из этого еще нет нет я хотел перчатку но думаю обойдусь без нее вообще фредди есть даже делали вот и вообще и историю создания этого фильма наверное знаешь замечательно ну как сказать не то что прям замечательно но я представлю отлично к шестому вопросу также тоже был один из первых фильмов который посмотрел на вкладышах какой жвачки 90 конечно же да изображались известные футболисты turbo love is donald duck или final ну тут понятно что turbo это автомобили love is парочка рисованных человечков влюбленных руки final хотя у меня никогда не было ни одного вкладыша с этими футболистами жвачки хотя видел конечно файл файл да хорошо принимаем final это верный ответ и вот седьмой вопрос отважные бурундуки чипы д появлялись во многих мультфильмах а в каком они появились в первый раз время мелодий фантазия рядовой плута или салют друзья так ну здесь надо подумать ну не фантазия потому что фантазия ты микки маус время мелодии так понимаю луни тюнс вообще тебе как сериал чипы дэниту на спешат на помощь чипа дэл да вот я очень любил этот мультфильм очень они зашли по моему блоки с чудесами на виражах да они с этими историями шли с этими историями ну вот если чудеса на виражах я как-то не очень любил там бизнес деньги стоянут эти товара денежные отношения какие-то очень для детского ума непонятные были вопросы вот чипы дэл очень любил фильм даже кстати недавно пересматривал несколько серий отлично избранных так но вот когда они впервые появились они же впервые появились такими обычными бурундуками которые постоянно воровали варваре них еще не было одежонки скажем так никогда они толком не разговаривали они просто тырили орехи да совершенно я всех появлялись они даже скажу более 20 мультфильмах вот вот в каком-то из этих они появились первый раз на первый раз то есть получается как в трех вариантов они вообще не были а были в одном и рядовой плута потому что еще такой поле был пикник микки маус или кого-то там с плута собакой они с вот это вот одеяло пледа на траве разложенного тырили еду и орехи они до орешки они тырили да да конечно много где всем чем там надоедали выбираешь я выбираешь рядового плута до рядовой плута подсказочки не тратим да пока выбираем хорошо это правильно совершенно верно мультфильм вышел кстати в 1943 году и там они появились первый раз то есть еще обычными брундучками которые как раз таки до тырили орешки переходим к восьмому вопросу как зовут героини игры вестбэнк на zx спектрами которые периодически приносят в банк деньги эти дейзи пеппи сюзи игру помнишь я ее только по в твоем взоре видел вещь конечно очень знаменитая я вверх могу себе представить что это известная игра но я со спектром так сказать не то что познакомился начал исследовать эту область спектру я даже тебе немножечко так как бы может подскажу хотя бы какой-то истории скажу было два издания испанская было испанская и потом уже английская да то есть испанская компания динамик да потом уже переиздали гребниц графикс вот вот но в том их и и во втором варианте ее звали именно так есть в инструкции можно прочитать как звали данную героиня которая приносит время от времени денежки заходит фермер есть один есть один шутник который прибегает со шляпками которые нужно постреливать и заходит это дома ну соответственно несколько бандитов которые тоже заходят для ограбления у каждого есть кстати тоже имена вот а вот даму как звали вот давай подумаем но дейзи это я знаю это подружка дизи это точно дейзи вот кати пеппи 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 длинный чулок катились люди вообще здесь так подумать ковбойское имя для девушки в стрессе или средстве любое подходит ну вот я склоняюсь больше к сьюзи катились юзи давай знаешь что давай возьмем подсказку подсказку давай ва неверных давай что я вот 2 неверных да сейчас берет дизи хорошо наш игрок берет подсказку убираем два неверных ответов к этим ну тогда кати так ты уверен окончательно что дейзи назвали бы подружку в ковбойской игре если дейзи уже подружка яйца дизи хотя может быть все что угодно что угодно это было это 85 год еще 85 года когда там оливеры придумали дизи позже примерно в тех же самым не знаешь я все-таки останусь на кати дизи такая подружка закрепившиеся за дизи поэтому будет кейти так выбираем к эти все же да да и это неверно что такое к сожалению ее звали дейзи до чертовы испанцы а стырили до яйца подружки инструкция гласит что эта девушка известная дочь ювелира из этого городка где эти события и происходят лишь я не играл в эту игру поэтому не знал вот да в общем вот как-то так ну в любом случае спасибо за хорошую игру интересное общение да тебе спасибо я думаю мы еще сыграем как-нибудь я тебя обязательно приглашу надо будет подготовиться получили за что почитать больше по спектру хорошо теорию потянуть на все точно теория так что готовься и приходи да буду ждать ну все тогда всего самого хорошего да спасибо за внимание всем пока и слушайте подкасты это хорошо успокаивает да это верно ну а на этом наша игра заканчивается всего всем доброго и до новых встреч до новых встреч